День на Думской 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 Негры пашут! В Верховной Раде стартовал двухнедельный рабочий нон-стоп. До конца мая нардепы должны рассмотреть ряд документов, самым обсуждаемым из которых является законопроект о создании антикоррупционного суда. Проект, автором которого выступил президент, вызывает много споров как в обществе, так и в кулуарах Верховной Рады. После голосования в первом чтении к документу поступило около двух тысяч правок. Спикер Андрей Порубей поручил профильному комитету проработать их. Голосование во втором чтении, по его словам, может состояться уже на следующей неделе. Я усвідомлюю, что рассмотрение этого законопроекта может занять не один день, возможно два, а возможно три дни. Но также я уверен, что мы не имеем больше права оттягивать, потому что это вопрос не только завершения нашей антикоррупционной реформы, так и судовой реформы. Это вопрос и наших международных обязанностей. Недавно о необходимости скорейшего принятия закона о создании в Украине антикоррупционного суда нардепом также напомнил премьер-министр. Владимир Гройсман уверен, что избранники смогут за две пленарные недели урегулировать спорные нюансы законопроекта. Глава правительства пообещал лично проработать с лидерами фракции вопрос согласованности их позиций при голосовании. Несмотря на то, что на пути принятия закона об антикоррупционном суде фактически нет видимых препятствий, эксперты настроены менее оптимистично. Тема антикоррупционного суда уже не первый год является предметом политических спекуляций в Украине. Европа и США напоминают об этом все настойчивее. Однако первое голосование по законопроекту состоялось только в марте этого года. Эти факторы в совокупности перевешивают рисуемые чиновниками радужные перспективы принятия документа, считают политологи. И оправдает ли нардепа ожидания премьера и спикера к началу лета? Большой вопрос. Иван, глобальная борьба с коррупцией. Мы видим, что премьер-министр во главе этой армии на белом коне. И, соответственно, праведный гнев его скоро обрушится на голову коррупционеров. Как вы ощущаете на местах эту борьбу? Знаете, заявление премьер-министра напоминает больше подготовку к выборам президентским и парламентским, о которых уже все больше говорят. Не внеочередным, а уже очередным. Антикоррупционный суд – это то, что было предписано в Кольцо Новогоди. Антикоррупционный суд – это то, что обещал президент. Антикоррупционный суд – это тот суд, который должен был быть создан вместе с антикоррупционными органами. Но вот сейчас создают. Вместе с Национальным антикоррупционным бюро, вместе с антикоррупционной прокуратурой. Это надо было сделать не сейчас, это надо было сделать сразу же в один момент. Вы знаете, что уже были попытки внести в зал заседание Верховного Рада это законопроект, но голосов не находилось. Не всегда то, что декларируют политики, а вернее, много, когда они декларируют, но оно не подтверждается. Ведь создание антикоррупционного суда не станет панацеей от коррупции в Украине. Она не станет панацеей, но это шанс на начало борьбы с коррупцией. Вы все прекрасно понимаете, и я, и наши телезрители, что рыбка гниет с головы. И когда международные наши партнеры, помогая нам финансово, дают деньги на развитие экономики, дают деньги на реформы, они хотят, чтобы эти деньги работали и развивали на благо наших... Иван, справедливости радят, да, возможно, рыба гниет с головы, но ведь и на местах люди сами дают взятки. Иван, они расходились по карманам суда коррупционеров. Иван, правильно я вас понял, вы сказали сейчас, что это идет подготовка к президентским парламентским выборам. Таким образом, происходит на наших глазах... Я сказал заявление премьер-министра. Мобилизация коррупционеров и происходит сейчас в пределе выборов, чтобы они помогали этим выборам? Вы про это говорили? Когда Владимир Борисович был главой Верховной Рады, он почему-то не вспоминал про коллекционные годы и не вспоминал про обязательства изменения выборов. Был не до того, более текущие другие дела. Мы говорим о фундаментальных позициях, без которых невозможно нормальное и качественное развитие и шаг вперед нашего общества. Мы говорим... Но сейчас он говорит об этом. Какая разница, что он не говорил тогда? Сейчас он об этом говорит? Сейчас он об этом говорит, но сейчас никак не влияет практически на процессы. Сейчас он премьер-министр, который должен заниматься хозяйственной деятельностью. А депутаты и лидеры фракции должны мобилизировать своих депутатов, перевести все сессионный зал, так чтобы их было хотя бы 400, а не 300, как всегда, и отдать голоса за то, что они обещают. Ваши коллеги по политсиле в парламенте будут голосовать? Наши коллеги однозначно будут голосовать при двух условиях. Наши коллеги с первого дня были одними из разработчиков, и мы практически единственная фракция, которая первым начали требовать и говорить об этой необходимости. Есть два момента. Наши международные партнеры МВФ настаивают на принятии. Поэтому президенту Петрову Алексеевичу и парламентского большинства, которого нету, все-таки заставили внести в зал и заставили говорить об этом хотя бы на этом уровне. Но есть две хитрости. Первая хитрость. Мы хотим в президентском законопроекте, мы хотим отдать назначение судей той же ради высшего права судья, которая сейчас назначает судей наши простые суды. И международные партнеры говорят о том, чтобы имели право в вето организации общественные, организации международные, которые в сфере юриспруденции... Простите, но это уже вмешательство во внутренние дела Украины. Это не вмешательство. Люди, которые дают деньги, они хотят иметь гарантии. Но это же нечестно. Получается, что Украина тогда не самостоятельное государство? Мы говорим о наших организациях, которые сейчас участвуют в борьбе с коррупцией. И на этом фронте стоят наши украинские общественные организации. Вы сказали про международные организации. Международная организация – это Квенцианская комиссия, к которой мы прислушиваемся. Да, мы прислушиваемся, но они не могут иметь право вето. Окей, если мы не выполняем рекомендации Квенцианской комиссии, мы не получим деньги. Если Петру Алексеевичу не нужны деньги на реформы, так и скажите, а зачем мы обманываем Запад? Простите, а мы живем по принципу шантажа? Или вы делаете, как говорит Запад, или мы не даем деньги? Никто наркоману деньги не будет давать на то, чтобы он покупал наркотики. Никто алкоголику не будет деньги давать на то, чтобы он покупал алкоголь. А зачем тогда кому-то что-то давать? Ребята, изменились, потом приходите к нам в гости. И раз уж что-то сравнивается с наркоманом, то я его деньги не буду давать ни на лечение, ни на это. Это дело личное. Когда он исправится, я буду с ним продолжать общение. Мы пришли к тому, что, к сожалению, без влияния наших партнеров, без давления наших партнеров, в нашей стране нет политической воли на борьбу с коррупцией. Нет политического желания ни у первого лица государства, ни у основы парламента. Потому что парламентом владеют 80% и 70% 2-3-4 человека в Украине. Олигархи, которым не выгодно борьба. Сейчас говорите о том, что Украина не является независимым государством. Я не говорю об этом, что Украина взяла на себя определенные обязательства. Еще раз повторюсь, которые были прописаны шаг по шагу в коллекционном соглашении. Обязательства и шантаж со стороны Европы, это немножко разные вещи. Тогда мы не говорили об этом, сейчас мы вспомнили об этом, когда мы не хотим принятия этого законопроекта о создании антикоррупционного суда. Отличная позиция. Про антикоррупционный суд говорят уже достаточно давно. Так он должен был приняться три года назад, вместе с созданием, замкнуть цепочку антикоррупционных органов. Сейчас то, что предлагается, это имитация создания антикоррупционного суда. Кроме того, вы мне не дали договорить, но есть второй нюанс, что антикоррупционный суд должен заниматься вопросами топ-коррупции. Туда хотят ввел подследственность и включить, и все остальные криминальные дела, задержание, разбой, наркотики и все остальное. Честно говоря, мы говорили со многими юристами, об этом я слышу впервые. Ни один юрист не говорил об этом нюансе. И не хватало в президентском законопроекте, который подался в Верховную Раду, есть такой нюанс, что они будут заниматься не только делами топ-коррупционеров, а будут практически всеми делами заниматься. Всеми коррупционными делами. Не только коррупционными, а криминальными. Я, честно говоря, слышу о том, что я не совсем понимаю. Иван, давайте так сделать. Есть у нас две ветки, которые сейчас одна старая такая костлявая, такая заскорузлая, и новая, которая не до конца еще выросла. То есть это антикоррупционная. И они, по идее, в правовом поле не должны пересекаться. Вы совершенно правильно говорите, по идее. Но в президентском законопроекте это так есть. Вы совершенно правильно говорите. Простому человеку непонятно даже, почему антикоррупционный суд должен заниматься простыми криминальными проважениями, которыми должны заниматься местные, районные, городские суды общего назначения. Ну что же, я думаю, что в ближайшее время, две недели сейчас есть для того, чтобы рассмотреть все правки. Ваш прогноз, будет проголосован проект антикоррупционного суда или нет? Я думаю, что он будет проголосован в каком формате, пока неизвестно. Что вы имеете в каком формате? Пока же только один проект внесен президентский. Ну он же дорабатывается. Он в первом чтении прошел 2000 правок. 2000 правок. Я же говорю, он будет проголосован, но в каком формате, с какими правками и какой он будет, Это большой вопрос. Будем следить за этим. Есть еще одна тема, которую хотелось обсудить с вами. Буквально сегодня появилась информация о том, что Кабинет Министров увеличил зарплаты мэром городов. Ваше отношение к этому, к примеру, мэр Одессы будет получать 12 200 гривен. Я всегда выступал за то, чтобы люди зарабатывали. Тем более люди, которые работают. Если человек работает, должен получать хорошую зарплату. А не думать, где за денег еще. Да, прокормить семью. У нас практикуется такая практика, что зарабатывают первые лица, забывая о том, что их подчиненные живут на 3-4-5 тысяч гривен в месяц. Увеличивая тарифные ставки руководителям, мы не должны забывать, что есть начальники отделов, есть простые специалисты, которым не увеличивают тарифные ставки. Год назад в Черноморске была такая скандальная проблема, вы даже освещали ее. Заместитель городского головы и мэр вынесли на сессию вопрос о примировании себя в размере 300%. Наша фракция подняла этот вопрос и удалось с другими коллегами ставить вопрос в сессии. Просто свинское отношение по отношению к своим работникам, сотрудникам, с которыми вы рядом каждый день работаете. Кто-то должен получать 20 тысяч гривен, а кто-то должен получать 5 тысяч гривен. Поэтому любое увеличение должно быть прямо пропорционально. Вы знаете хоть одного мэра города, даже в Одесской области, который живет даже на 12 тысяч, которые сегодня поставили мэру Одессы? Я думаю, что для городских голов оно никак, увеличение на 2-3 тысячи гривен, никак не богатит их. Я думаю, что это больше шаг премьера к заигрыванию к мэрам. Я вас помню. Простите, а в чем заигрывание? Ведь мэры не живут на эти деньги, они не живут на зарплату. Давайте посмотрим на мэра города Черноморска, на мэра города Одессы, до любого города Украины. А я думаю, что здесь разговор идет об наказании рублем. Знаете, как добавили, так и уберем что-нибудь. Это же не только эта позиция. Он просто мелкие такие нюансы показывает, что с ним можно работать, с ним можно общаться. И он нацелен на диалог с городскими головами перед выборами, которые сейчас будут парламентские. Он объявил, что будет участвовать уже активно. И надеясь, наверное, на диалог, на какой-то административный ресурс с городскими головами. Поэтому я не думаю, что кому-то станет от этого приятно. Но однозначно делать такие шаги надо не забывать о том, что... Но это ведь наоборот вызовет раздражение в обществе. Это вызовет больше напряжения и раздражения в обществе, чем сейчас, коррупционными схемами, которые... Я уже не знаю, что может вызвать. Ну, к слову, зарплаты как раз это то, что больше на виду. Это то, что люди получают реальными деньгами. Они понимают, что они получают 3200, а мэр будет получать 12200. Власть в лице президента, комитета, министра, охраны Рады давно же не обращают на людей. Им все равно. Они понимают, что можно админресурсам, подкупам избирательным и старой избирательной системой, мажоритарной, сохранить эту власть. Никто не обращает даже на людей. Вот смотрите, никто не интересуется, как люди живут, за что они живут. Подкуп избирателей – это вопрос к избирателям, которые берут деньги и голосуют за деньги. Я всегда говорю избирателям, и сейчас скажу в вашем эфире, пользуюсь моментом, берите, голосуйте по совести. Никто никогда не узнает, как вы проголосовали. Сначала мы довели людей. Давайте выйдем в село. Почему в селах такой активный подкуп избирателей? Потому что люди не живут, а выживают. И осуждать человека, что он взял 200 гривен на еду, прокормить ребенка, я не могу. Потому что вся система за 25 лет независимости пришла к тому, что люди выживают, а не живут. Простите, но с таким же успехом можно говорить о чиновниках. Если он получает зарплату в 5-7, даже 10 тысяч и кормит свою семью, как же ему не брать взятки? Ведь невозможно прожить ни на 5, ни на 7, ни на 10 тысяч. В первых, чиновники уже не получают 5 тысяч гривен, 7 тысяч гривен. У нас начальники управления получают все за 10 тысяч гривен. Это первое. Мэры городов по повышенным новым нормам будут получать 7500 в городах и обвиненных громадах с населением до 15 тысяч человек. Премии, надбавки, выслуга лет, звания. Даже если 100% будет, даже если 100% надбавка, вам невозможно прокормить семью в Украине даже на 15 тысяч гривен. Это все выживание. Там больше, чем 100%. Мы говорим, что человек получает 20 тысяч гривен и он выживает. А мы говорим, что человек в селе получает 2 тысячи гривен. И тоже выживает. И не имеет возможности заработать. И не имеет возможности заработать. Если тебе не подходит быть чиновником и ты не хочешь брать взятки, пожалуйста, иди занимайся бизнесом. Если вы не хотите жить в селе и выживать, едьте в город, открывайте бизнес по вашей логике. А вы хотите, что все сел, если все сел выйдут в города... Я не хочу. Вы оправдываете, когда люди берут взятки под 200 гривен. Я не оправдываю. Я сказал, что я не могу осуждать человека, который берет 200 гривен, чтобы прокормить и купить еды своему ребенку. Я не говорю, что это правильно. Не надо перекручивать мои слова. Я сказал, что я не могу осудить этого человека. Но чиновникова осудите. Это, конечно, неправильно. И это, конечно, нарушение закона. Сначала мы должны дать возможность человеку заработать, а потом с него требовать. Врача, который берет взятку, вы осудите? Который берет ее для того, чтобы выжить? Слушайте, доктор... Давайте так. Если взятка, то это прямо здесь сейчас за решение вопроса. Если это гречка перед выборами, то человек возьми у всех, а проголосуй по совести. Гречка перед выборами – это мажоритарная система, которая у нас... Да не только мажоритарная, по списку тоже решала партийная организация на местах под подобным моментом. Это было зафиксировано. Партийные списки? Нет, смотрите... От партии подарки были, даже без персоналей. Смотрите, тотальная... Ну, я понимаю, есть такие ситуации, но тотальный подкуп избирателей используется только на мажоритарных кругах, где количественным... наибольшим количеством голосов решается, кто станет 20 человеком из 10. Список на всеукраинском уровне, он практически там... надо скупить всю Украину, практически невозможно. Сложнее, безусловно. Ну, в тысячи раз. А на округе, там, где надо, чтобы за тебя проголосовали 5000 избирателей, и тебе хватит, чтобы стать народным депутатом, вы легко используете эту возможность. Кроме того, почему вред еще мажоритарной системы? Мажоритарщики, которые избираются на округах, они не работают в парламенте, они не пишут законы. Они избираются для того, чтобы... Это же законотворчий орган, парламент. Они должны избираться для того, чтобы писать законы, голосовать их, дорабатывать. А они занимаются получением субвенции. Они занимаются... Они представляют, есть регионы, от которого они избраны. Они перенимают на себя субвенции органов местного совправления. Как покрасить лампочку и как поменять лампочку на энергосберегающую, это задача органов местного совправления. Это задача жилищно-коммунального хозяйства и мэра, который... Районных и областных советов. Да, районных и областных советов. Но больше местных советов. Все-таки районных, да. Да. Местных и районных городских советов. А мажоритарщики, они просто перенимают на себя эти функции. И это тот же принцип подкупа. Тот же принцип подкупа. Только еще не своими деньгами, а бюджетными деньгами. И вы же не забывайте, если он достал свои деньги из кармана, купил гречку, он же там ее отработает. Он голосует за бюджет, получает субвенцию. За бюджет до 2018 года проголосовал с мажоритарщиками. Там половина была мажоритарщика, списочные гиперпетические не голосовали. Он получает субвенцию на свой округ, он закрывает на отсутствие финансирования медицины, отсутствие финансирования образования. На те фундаментальные базовые вещи, которые отвечают за качество жизни. Можно завести эту рубрику, Иван Спиренский будет ее ввести, мажоритарщики в Верховной Раде. Это зло. Я почему вспомнил, сегодня просто была предупредительная акция во всех областных центрах Украины, возле администрации. Нет выборов по закону Януковича. Это же Виктор Федорович вернул мажоритарную систему. Так удобнее, да. Хочешь, чтобы инициатива пошли человеком на сельское хозяйство. Иван, спасибо огромное. Уверен, что нам в ближайшее время стоит обговорить, стоит встретиться и обговорить эти вопросы, которые мы начали сегодня. Так что приглашаем вас в ближайшее время к нам в студию. Благодарим за сегодняшний визит. Иван Смиренский, депутат Черноморского городского совета, был нашим гостем. Далее новости от Ксении Терзи. После вернемся в студию и продолжим работу. Оставайтесь на Думской ТВ, им будет интересно. Субтитры подогнал «Симон»